Это пульс дня по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. Советов о том, как заработать кучу денег, море. Но доверять стоит лишь тем, которые дают действительно богатые люди. Мы собрали высказывания самых известных миллиардеров. Возможно, эти правила помогут прибавить еще один нолик к вашим доходам или удвоить капитал. Ни один поистине известный проект не стал таковым только из-за того, что создатель хотел заработать много денег. Как правило, цель была куда более амбициозной. Как у того же Илона Маска, например, который хочет заселить Марс, а в этом году вырвался на первое место в списке долларовых миллиардеров. Или у Марка Цукерберга, который строил Фейсбук, чтобы объединить всех людей на планете. Или у Стива Джабса, который хотел создать не просто телефон, а продукт, о котором люди будут мечтать. Деньги это лишь шледствие. Я всегда говорю команде, не беспокойтесь о прибыльности. Если вы делаете свою работу хорошо, прибыль придет, объясняет владелец холдинга Луи Виттон Барнар Арно. Если вы хотите быть писателем, то у вас в кабинете не должно быть телефона, и уж точно не должно быть ни телевизора, ни дурацких отвлекающих видеоигр. Если есть окно, завесьте его шторы или спустите жалюзи, говорит Стивен Кинг, автор 70 книг и обладатель состояния в 400 миллионов долларов. В идеале близкие люди должны тянуть вас сверху, а не вниз. Если вы живете в депрессивном месте, где все только и думают о выпивке, вряд ли вы можете стать там богатым, если только не будете продавать им алкоголь. Для развития нужно выбирать те места, где для этого созданы условия. Есть люди, которые имеют одинаковые с вами ценности. Окружите себя людьми, которые бросают вам вызов, учат вас и мотивируют вас быть лучшими, говорит создатель. Майкрософт, ты один из богатейших людей планеты Билл Гейтс. Чем активнее ты пробуешь что-то новое, тем больше у тебя шансов наткнуться на что-то действительно стоящее, уверен Сергей Брин, основатель поисковика Google. Если под конец дня ты приходишь к выводу, что знаешь ровно столько же, сколько знал с утра, значит, что-то ты делаешь неправильно, считает Уоррен Баффет. Он же призывает откладывать по 10-20% своего постоянного дохода и половину сверхдоходов на черный день. Инвестируйте в акции, недвижимость или собственное образование. Сэкономленный доллар – это заработанный доллар, считает Баффет. Не забывайте, что все, ради чего вы живете, рядом с вами. И это ваша семья, близкие. Какой смысл в богатстве, если вы его делите только сами с собой? По словам Баффета, работать до потери сознания, чтобы заработать лишний миллион, отказывая себе в отдыхе, ошибочно. Нужно соблюдать определенный баланс. И у большинства богатых это получается. Только 20% небогатых людей занимаются физическими упражнениями или делают зарядку. А среди людей с доходом выше среднего таких оказалось более 70%. Любителями фастфуда и ночных перекусов оказались практически 100% бедных и меньше 50% богатых, пишет Джон Гришем в книге «Правила богатства». По его словам, богатые лидируют и в других привычках, куда более полезных. Стараются читать каждый день, занимаются самообразованием. Но самое главное различие – психология. Богатые всегда мечтают и думают о будущем, в то время как бедные частенько любят вспоминать о прошедших временах и не хотят даже представлять свою дальнейшую жизнь, уповая на то, что лучше уже быть не может. Одни ссылаются на возраст, другие – на упущенные возможности. Запомните, никогда не поздно менять свою жизнь, независимо от возраста, констатирует Гришем. А вот советы от финансового гуру Боди Шефера. Богатство – это не сколько вы потратили в казино, ресторане, на курорте или в магазине. Богатство – это то, что вы отложили и сберегли. Никто не становится богатым лишь в силу того, что много зарабатывает. Вы богаты только тогда, когда можете жить на проценты от вашего капитала. Без необходимости работать, деньги работают на вас. Лучше идти к цели со скоростью черепахи, чем со скоростью света придумывать оправдание, почему ты стоишь на месте. Постоянно представляйте себе, что за вашей работой наблюдает миллиардер, который в эту минуту решает вопрос, не сделать ли вас партнером в своей фирме. Люди постоянно находят оправдание, мол, у меня большие кредиты и двое маленьких детей, еле свожу концы с концами, а вы предлагаете работать еще больше. Но это отговорки. Чтобы стать богатым, нужно поменять отношения к жизни. Видеть не проблемы, а мотивацию и возможности. Миллиардеры из первой десятки Forbes, в свою очередь, рекомендуют рисковать, мыслить нестандартно и гнаться не за деньгами, а за мечтой. История о Мансио Артеге – яркая иллюстрация того, как уйти от бедности и стать одним из богатейших людей мира. В 13 лет он бросил школу, так как денег не хватало, и надо было идти работать. Начав с должности посыльного в магазине рубашек, Артега сумел создать империю Inditex, которая специализируется на быстрой моде. Штаб квартиры бренда находится в небольшом городе Ла Коруния в Испании. В свои 82 Артега ходит в офис почти каждый день, общается с сотрудниками и выслушивает их идеи. А бизнес полностью ориентирован на пожелания клиентов. Худшее, что можно сделать – стать самодовольным. Успех никогда не гарантирован. Я никогда не позволяю себе довольствоваться тем, что сделал, и всегда старался привить это всем вокруг меня, напутствует Артега. Ученые определили ключевые особенности психологии у очень богатых людей. Социологи провели опрос среди 130 миллионеров из Германии, сравнив их ответы с результатами опросов 23 тысяч граждан с обычным доходом. И убедились, что первые куда более экстравертны и самоуверены, чем большая часть населения страны. Богатые люди также склонны считать себя особенными и уверены, что заслуживают для себя характеристики яркая личность. Исследователи обнаружили еще один любопытный нюанс психологии миллионеров. Будучи склонными к нацизизму, в то же время эмоционально они более стабильны и сознательны по сравнению с другими. Многие считают Дональда Трампа самоуверенным. Он действительно высокого мнения о себе. Но в этом ведь и кроется секрет его успеха. «Покажите мне человека без эго, и я покажу вам лузера», – говаривал Трамп. Большинство мечтают о том, чтобы их жизнь изменилась к лучшему волшебным образом. В фантазиях они выигрывают в лотерею, получают наследство от неизвестного родственника или внезапное повышение. Психолог Бенджамин Харди уверен – лучше не мечтать, а взять судьбу в свои руки и начать действовать. Что и говорить, инструкции по обогащению воодушевляют, потому что кажутся простыми и понятными. Но людям с низким доходом следовать им трудно. Причин, по которым люди не пытаются изменить свою жизнь, очень много. В целом их можно разделить на две большие группы – психологические, внутренние и внешние. Рубик Бейн, автор книги «Основа для понимания бедности», писала. «Люди с низким достатком думают, что избежать бедности невозможно. Из-за этого они принимают решения, которые не помогают жить лучше, и тем самым обрекают себя на нужду в будущем. Это называется самосбывающимся пророчеством. Например, кто-то думает, какой смысл откладывать деньги, если я все равно всегда буду бедным. Бейн пишет, что выученная беспомощность передается от родителей к детям и приводит к бедности поколений. Не единственный, но важный фактор, влияющий на затяжную бедность – низкая самооценка. Убеждение, что ты недостаточно хорош буквально для всего в этой жизни. Психолог Натаниэль Брандон делит составляющие самооценки на самоэффективность и самоуважение. У людей с низким доходом проблемы могут быть и там, и там. Самоэффективность – это вера в то, что ты в состоянии добиться успеха и справляться с самыми разными сюрпризами, которые подкидывает жизнь. Самые эффективные люди уверены в себе и инициативны. Когда самоэффективность подорвана, человек может чувствовать страх и стыд, быть пассивным и избегать новых начинаний, потому что считает, что ему это не по плечу. Самоуважение – это вера в то, что ты достоин всего хорошего по праву рождения, теплых отношений с близкими, интересной работы, вкусной еды, комфортного жилья, красивой одежды и так далее. Человек с дефицитом самоуважения может соглашаться на низкооплачиваемую работу и отношения, в которых не чувствует себя счастливым, потому что просто не верит, что достоин чего-то лучшего. Отношение к бедности в обществе только подкрепляет плохое мнение о себе у людей с низким доходом. Важно понимать, что невозможно изменить свое положение, посмотрев наш выпуск или прочитав одну мотивационную книгу. Если вы хотите изменить данность, посмотреть на жизнь под другим углом, необходимо поменять образ мышления. Именно он отвечает за наш успех, мотивирует и приносит победы в самые сложные моменты. Но изменить его не так просто. Это все к данному часу. Всем доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова